Так, дорогие мои, всем самое доброе утро! У нас с вами сегодня прямо конкретный разбор полетов. Сейчас с вами будем разбирать коробки, потому что вон стоит посылка, тут стоит посылка возле меня прямо. В общем, сейчас будем с вами разбирать коробки и складывать, потому что на завтра я вызвала дядечку. Дядечка приедет и должен забрать эту коробку, поэтому ее нужно упаковать, потому что все пришло, что я ждала, все подарки, то, что мы искали. Сивите, про то, что искали. Сейчас расскажу подробнее, что мы искали. Ну и расскажу и покажу, что я кому положила. По-моему, такие видео вам очень-очень сильно нравятся. И будем с вами разбирать. Ну что, погнали! Сейчас с вами будем вытаскивать вот эту груду. Там навалена, просто там лежит большая коробка, стоит вот так вертикально, не дает этим вещам провалиться. Так что там не так много, как кажется. Вот это все. Вот это. Вон. Все надо засунуть сюда. Сейчас мы все с вами вытащим в зал. И будем упаковывать. И заодно посмотрим вам, что кому. Это Максим сделал. Видать, упал, а он скомкал и обратно поднял, да положил. В общем, в общем, с момента нашего похода в магазин кое-что прибавилось. Сейчас вот эта коробочка, которая стоит под столом, это сюрприз-сюрприз. Новогодний сюрприз для одного товарища. Вот и эта коробочка прибавилась. Это примяшки мои любимые. Ну, в общем, всего по чуть-чуть прибавилось. В основном я покупала, конечно, детям и примянникам. Я положила небольшие подарочки для взрослых, но в основном это детям. Да, примяннице 23 года, но я ее считаю ребенком, потому что для меня она всегда останется ребенком. Несмотря на то, что она уже замужем, все равно для меня она ребенок. В общем, как-то так. И всегда так останется. И всегда мне будет хотеться что-то ей купить и прислать. Потому что она для меня всегда останется маленькой девочкой. Дети всегда для нас становятся детьми. Ну, а для меня она будет всегда ребенком, потому что у нас с ней тесная-тесная связь. Окей, давайте с вами собирать. Дорогима, я вытащила весь этот бедлам. Вытащила. Сейчас буду с вами собирать. Дорогима, я все это вытащила. Сейчас мы будем с вами разбирать и складывать, что кому, что куда, что зачем. Весит это, конечно, все немало. Но ничего, я думаю, мы быстренько с вами сейчас справимся. Вот еще стоит. Есть какие-то вещи, которые надо показать вам. Чего-нибудь видео, что в посылку в Россию. Потому что я разделю это. Будет то, что я положила, собственно говоря. И отдельно про одежду. Потому что если соединить вместе, это минут 40 будет. Это много. Поэтому будет два видео, одно за одним. Ну что, давайте разбирать. Давайте приступать к гору конфет. В общем, нужно сейчас разложить. Поделить. В общем, на всех. Так что вот. Сейчас будем разбирать вместе с вами. Разгребла кому что. Это куме. Это премьянницы. Это Витиной крестницы. Это моей сестре и моему премьяннику. Теперь надо это все вот упаковать в эту коробку. Как вам? Вот это вот. Сейчас будем упаковывать. Все должно поместиться. Мои у нас экспресс-флог. Потому что нужно быстро-быстро это снять. И в среду уже это все отправлять. Поэтому быстренько осмотрим. Конкретно вот эти вот вещи лежат. Это для Витины крестницы. Она живет в России. Отправим в общие посылки. Вот в этой. Не поверьте. Все в эту коробку влезет. Сто процентов. И собственно говоря. Они передадут. Поехали. Значит это у нас типа баунти. Такие конфетки в России как баунти на вкус. Хершес. Это американский шоколад. Это типа масляный батончик. Типа нашей халвы. Вот таких я два положила. Это батончик с карамелью. Так. Сахарная вата. Ну в типа хэллоу. Я в общем увидела. Не удержалась. Купила. Это типа гавайские конфеты. Ну. Очень вкусные. Макадамия орешек. И этот черный шоколад. Это очень реально вкусные конфетки. Вот такие. Я их беру всегда на посылки. Они не таят там в посылках. Ну в общем хорошо доходят. Такие конфетки всегда покупаю. Ну это просто шоколад. Тоже типа в тему хэллоу. На памкин и все такое. В общем тоже взяла. Ореховая паста сразу взяла. Стала братьям сразу с вареньем. Она такая вкуснее получается. Поэтому отправляем. Две шоколадки еще Хершерс. Вот такая ваш шоколадка. Ралис. И орешки. И собственно говоря. Ну как и все дети. Фрозен. Набор кукол Фрозен. Сейчас мне уже говорили как по-русски этот мультик у вас называется. Холодное сердце. Вот все вспомнила. Вот. Холодное сердце. Тоже отправляется к ней. К нашей крестной маме. Сумочка Нью Вест. Я ее уже показывала. Она будет дальше в видео. Ничего не буду рассказывать. Очень крутая сумочка. Ну мне нравится. Так. Это Хершерс. Это Ралис. Это вот как халва батончики. Потом положила вот такие вот мармеладки. Батончики. Тоже с карамелью батончик. Конечно пинно баттер попробовать. Но на любителя просто попробовать. Именно с грейп. С грейп. Потом черный шоколад. Ну такие вот. Потом это Ралис. Тоже конфетки. Ну они похожи на ММД Эмски. Тоже. Это палочки такие с напылением. Потом батончик такой. Очень мне нравится. Как мелкий вынош. Конфетки урока. Потом вот такую вот джерси говядинку. И ириски. Ну вот. Всем по чуть-чуть. Сами знаете. Посылка не безразмерная. Хотелось бы положить больше. Ну куда. Не влезет просто в коробок. Итак. Это было нашей любимой крестной маме. Это моей старшей сестре и племяннику. Тут футболочка и джинсы. Сумка сестре. В сумке у нас лежит. Так. Духи. Другие духи. И кошелек. И кошелек взять. Вот. Левайс. Сейчас скажу правильно. А то его Левис все время обзываю. Левайс. Так. Тут джинсы и футболка. Я сказала. Ну и конфеты. Ребят. Это из орешков. Из орешков. Сейчас скажу. Ребят. Казинаки. Черный кофе сестре положила. Племяннику какао. Это сэндвич, который мы уже с вами уже не раз обсуждали. Мармеладовый. Соломка. С карамелью шоколадка. Джерси говядина. Это вата. Ну хэллоуин. Все дела. Карандашей всяких. Мы положили с Максом Диме. Вот. Всяких разных мелких. Тут они популярны рисовать. Карамель. ММДМС. Спиннобаттером. Я думаю у них такого нету. Спиннобаттером и карамели. Хершес. Там наборчик разных конфеток. Большая шоколадка. Это тоже батончик. Это типа нашего Милки Вэя. Это Данни Хэллоуину тоже. Хершеса 2. Райлес. Линдор. Ну линдор все знают. Это тоже такая соломка. Милки Вэй. На нашу кстати Милки Вэй вообще не похож. Больше похож на Марс. Орешки. Халва. Халва. Тоже батончик такой хук. С карамелью батончик. Ну вот короче всего по чуть-чуть. Получается огромнейшая посылка. Идем с вами дальше. Главное место в посылке займет конечно моя племянница и ее муж. Детям мы конечно наложили очень много всего. В общем Саша любит кофе. Поэтому мы положили банку нерастворимого кофе, который варить надо. Это протеиновые батончики с шоколадом. Это сливки сухие добавлять в кофе. Это кофе Саше очень нравится. Я до этого брала. Я его опять взяла. Две банки положила я им пинобаттера. Они его любят. Хершес, джерси, мармеладки, конфетки, про которые я уже рассказывала. Это у нас, господи, карамельки. Не карамельки, а ириски. Ириски. Это как мелкий вейнаж. Это батончик с карамелью. Вот этот очень вкусный батончик. Забыла так описать. Шоколад такой тягучий. Не знаю. Хершес, Хершес. Это как баунти наше. Мелкий вейнаж, но это больше на наш Марс похоже. Этот с карамелью батончик. Это тоже Хершес конфетки. Только тут набор всяких разных конфеток, которые фирма Хершес выпускает. Палочки. Это как мятные печеньки. Ралис. Большая шоколадка тоже от Хершес. Так, Саши кроссовки. Тоже Саши кроссовки. Это у нас Саша футболка и свитер. И самое главное, ребят, это коньки Сани мы нашли. Коньки 17-го размера, ребят. Где-то в видео, я их не прикрепила в видео к покупкам, но где-то в видео будет, как мы их распаковывали, когда получили. И это целая история, которую я там говорю про то, что Саша никогда в жизни не катался на коньках, потому что нет его размера. Мы изрядно потрудились, потому что здесь оказалось тоже не легко найти. 17-й размер тоже не везде валяется. Коньков. Не кроссовок, а коньков. Оказалось, надо потрудиться, чтобы их найти. Мы их нашли. Саня в этом году катается на коньках. Вот. Кстати, коньки оказались итальянские, по-моему. Да, итальянские. Зато они пришли, ребят, 17-го размера коньки. Мне даже мужчина этот перезвонил и говорит. Я сначала 16-го заказала, потом подумала, что ребёнку надо будет ещё конёк одеть. Ой, конёк, простите, носок. И решила, что надо 17-го. Раз уж он мне звонит уже уточнять про 16-й, говорит, вы уверены, что вам надо 16-й размер? Это типа большой размер? Я говорю, да, вообще-то мне нужен 17-й. Он говорит, 17-й? Я говорю, 17-й. Он говорит, о, окей. Вы, говорит, уверены? Я говорю, уверена. Ну ладно, тогда мы вам пришлём. Вот, нам прислали. И ещё есть Наскины подарки. Которые тоже ей положили. Сейчас я это всё сгребу и разверну Настина. Это Наски. Рюкзачок я ей купила от этого Стив Мэйден. Футболка Томми Халфигер. Это у нас Алайвайс. И там у неё Стив Мэйден, по-моему. Я не помню. Или Кельвин Кляйн футболочка. Там на видео будет. В развернутом виде всё. И вот я ещё взяла ей подсвет к этому. Вот такие вот на платформе. Я думаю, будут удобные туфельки. Вот. Собственно говоря. Вот это всё, что мы, как говорится, отправляем. Сейчас тут предстоит вот эти все пакеты упаковать в одну коробку. Я надеюсь, очень переживаю, чтобы это туда всё вошло. Особенно Сашины. Вот эти вот чухли. А те Adidas 1 New Balance мы взяли. Ну всё. Собственно, упаковываем. Продолжаем. Я всё попаковала по коробкам. Все коробки подписала. Видите пакеты. Каждый будет знать, что для кого. Вот. Сложила уже коньки. Сложила коробку с фрозом. Сестры вещи. Это крёстница Витина. В общем, всего по чуть-чуть. И коробище это получится. Продолжаем.